Всем привет, друзья, на связи VATALEMET. Мы на стенде компании Xiaomi и мы очень хорошо знаем, как вы любите лайт-версии флагманов. Именно такой сейчас у нас и в руках Xiaomi 9 SE. Давайте посмотрим. Вы знаете, когда я его взял в руку, у меня почти не осталось такие же сомнения, как будто я взял Xiaomi 9 версии, просто без приставки SE. Выгодит примерно так же, за исключением, конечно, что задняя крышка в просто девяточке, она такая более скругленная. Здесь все-таки она более плоская, но все равно кое-что тоже осталось от флагмана. Это 48-мегапиксельный сенсор и два сенсора отдельные. 48-мегапиксельный сенсор подсвечен таким специальным кружочком. Никуда не делается градиентная крышка, вот так она красиво выглядит, переливается. Единственное, что, конечно, очень сильно марается. Вот так он все равно красиво выглядит. Опять же, грани более здесь все-таки такие, не такие закругленные, как во флагмане, но, тем не менее, очень все похоже. И карт-слот, и вырезы по динамике микрофон снизу, и такие же кнопочки громкости и кнопка питания, и верхняя часть. Единственное, что, да, по сравнению с флагманом, нету на левой части, если я правильно понимаю, функции кнопочки голосового помощника, но, может быть, это и хорошо наоборот. Спереди у нас дисплей на 6,11 дюймов с капелькой сверху. Смотрится, кстати, симпатичные углы обзора, достойные, реально достойные. По производительности здесь какой-то добрый человек на стенде установил Antutu, и мы можем вам сразу рассказать про производительность. 177 тысяч в Antutu набирает этот прекрасный девайс. Внутри у нас Snapdragon 710, Android 9, оболочка MIUI 10.0, конечно же, конечно же. Оперативной памяти в данном варианте у нас 6 гигабайт и встроенной памяти, если я правильно понимаю, у нас 128, наверное, по остальному подсистему идет, 99 доступно у нас. Так вот, давайте пробежимся по чему-нибудь еще интересному. Зайдем, конечно же, в камеру, и как в случае с Mi 9, обычным просто флагманским, мы проверим в сравнении с iPhone. Давайте включим. Ну вот, обычная фотография в обычном режиме, посмотрим, как они себя ведут. Конечно, по сравнению с iPhone 10s Max, где, кстати, который, как по моему мнению, в некоторых случаях проиграл Mi 9, здесь все-таки SE немножко себя ведет по-другому. Он более темный, менее яркий, что ли. Вот как-то так. Если вы хорошо помните, в обзоре Mi 9 мы сказали, что 48 мегапикселей позволяет очень хорошо развернуться в плане масштабирования кадра, а без этого сенсора масштабируется ну так себе, хотя по детализации, всему прочему, смотрится тоже вполне себе адекватно. Давайте попробуем зайти. Вот у нас 12-мегапиксельная съемка, увеличилась вот так вот. Ну, вот так это выглядит на кропе, на зуме. Давайте теперь посмотрим то, что у нас получилось на 48 мегапикселях. Ооо, видели-видели, как крупно можно увеличивать? Здорово. И четкость почти не теряется, поэтому 48 мегапикселей – это вещь. Батарея, кстати, здесь чуть меньше, чем во флагманской версии, на 3070 мАч, поэтому день походил и на зарядочку поставил. Что мне еще не очень понравилось, ну, опять же, как в случае с Mi 9, очень сильно, мне кажется, очень сильно выпирает камеру, плюс она тройная, и она прям, ух, смотрится, жирная очень. Второй сенсор отвечает за оптический зум, двухкратный, вот такой вот он так вот выглядит, а если мы говорим про третий сенсор, то он широкоугольный, вот нам переключились мы, вот так широкоугольный снимает, а вот так без него. Ооо, 1X. И давайте теперь сравним. Обычный сенсор и вот такой широкий. Вау, круто. Теперь давайте посмотрим фронтальную камеру, и в случае с Mi 9, не на iPhone, опять же, по нас больше, потому что было теплее. Как будет здесь, сейчас узнаем. Угол на Xiaomi чуть шире, чем на iPhone, но, опять же, более теплее снимает iPhone, то есть более натуральные телесные оттенки на iPhone. На SE все-таки как будто я живу в какой-то северной стране и на море никогда не езжу, как-то так. Мы, честно говоря, совершенно не сомневаемся, что именно данная модель станет хитом, потому что здесь учтено все, и цена, и дизайн, и железо клевое, классное, и дизайн флагманский. То есть вот не отличается он так сильно от флагманского Mi 9, так сильно, чтобы сказать, что вот этот не очень телефончик, а вот тот прям крутой. Они оба крутые, это Xiaomi 9 SE. Как вам? Напишите внизу в комментариях. Давайте.